Всем привет! Продолжаем проходить саммонер. Довольно напряженная была прошлая серия. По вине случайной встречи, довольно неприятной. Но теперь мы снова в Волонге. И у нас есть несколько квестов, которые можно завершить. Так, я выполнил задание. Кинжал парирования. Ну, не очень-то, откровенно говоря. Так, у тебя мы серебру взяли. Это я помню. Кто-то из вас, по-моему, статуей интересовался частями. Да, я нашел руку. Так, ну и осталось, по-моему, найти только ноги. Насколько я могу судить. Нет, нет, нет. Так, и... По-моему, где-то был... Где-то в той стороне... Вот куда я сейчас бегу... Был этот маг, или кто-то там, который, в общем-то, свою шляпу посеял. Которую мы нашли в лесу. Где-то, по-моему, он здесь вот стоял. На задворках. Да, вот он. По-моему, это ты, да? Да. Шляпа. Острая катана. Дают, откровенно говоря, хлам. Ничего хорошего. Ну, не считая, конечно, опыта. Но опыт это... В данном случае не проблема. Так, что у нас по квестам теперь остается? Книга. Так, это не сейчас. Ага. Так, пещеру Волонга нам надо. С письменами. Кажется, я, кстати говоря, нашел эту страничку. Чешуйки. Судьба Ракха. Да. Нанди это еще. Ну, ладно, это потом. Да, вот статуя. Да, стол еще нашел. Ему нужны ноги, получается, теперь только. Так. Давайте-ка, наверное, сразу в пещеры пойдем. Продавать я уже буду потом. Скорее всего, за кадром. Все то ненужное барахло, которое скопилось. Вот. Потому как одну серию я уже на это потратил. Довольно-таки она получилась скучная в этом плане. Не буду я повторять этот опыт. Так, в принципе, ну-ка, все чешуйки я, по-моему, нашел, да? Да. Четыре чешуя я нашел, ну и я, как понимаю, нужно будет разыскивать того, кто нам дал этот квест. А это, по-моему, была женщина и находилась она в башне. Ну, вот, как пойдем в башню, так и посмотрим, там ли она или нет. Ну, хотя, с другой стороны. Ладно, в любом случае, если встречу ее раньше, то это будет хорошо. А так, надеюсь, я, по крайней мере, что после того, как мы Мурада победим, я в этом не сомневаюсь, сразу нас там не телепортируют обратно в Медеву. Еще дадут возможность тут завершить задание. Так. Да, сейчас надо бежать на самый верх. Что-то как-то медленно движется Иосиф. Вот, теперь нормально стало. Ну, по крайней мере, без врагов тут побыстрее путешествие. Хоть все равно не близкий путь. Кстати, сейчас по дороге еще поговорим с матерью Фрис. Не помню, как там ее зовут. О, кстати. А ты что расскажешь? А, ну понятно. Ничего такого ты особо-то не можешь сказать полезного. Так, и тут я, по-моему, все уже подобрал. Все, что мог. Единственное, что только, может быть, что-то появилось. Если, конечно, действует принцип, что после нахождения кольца что-то меняется в городе. Ну, по-моему, нет. По-моему, это все было для Медевы характерно. Для Линелла. Так, кстати говоря, что-то нет вот этой... Как ее там звали? Не помню я ее имени. Ладно. В общем-то, матери Фрис тут нет. Ну, ладно. Да, колодец, кстати говоря, нам нужный. По-моему, был довольно близко от входа. Что не может не радовать. Потому как пещеры довольно обширные. Второй раз по ним лазить не очень-то хочется. Так. Ну, вот мы и на месте. Интересно, не изменился ли тут ассортимент монстров? Ну, думаю, нет. С чего бы ему меняться? Так. Давайте нашу змейку вызовем. Посмотрим, насколько она себя тут покажет. А, да. Верно, верно. Да что ж такое. Теперь можно. Хорошо. Ну, кстати говоря, на змее визуальные эффекты вполне неплохо видны. Не знаю, почему на элементале Тумана Том так все плохо было. Он был практически невидим. Не знаю ее. А, старый друг Минотавр. Да, теперь он, конечно, совсем нам сопротивление не может оказать. Так. Ну и, по-моему, вот этот тот самый колодец. Да. Тут какой-то рич. Давайте бросим шкатулку. Ну, вроде как все. По-моему, все. По-моему, теперь нам надо вернуться обратно к ней. Ну. Да, наши уже, конечно, нашли неприятности себе. Естественно. Мешочек. Да. Он, конечно же, закрыт. А ну-ка. Макс единиц 10. ХП 30. Ого. Хорошая вещь. Надо сказать. Так. Макс единиц 40. А тут 10. ХП 65. Кому ж такое добро выдать, да? Вроде как и некому особо. Ладно, пусть будет. Пусть будет так. Ну, вроде по пещерам все. Можно, наверное, выходить. Давайте, ладно, еще немного пробежимся. Посмотрю. Ничего тут нет еще новенького. Лич, хотя, впрочем, этот тут вроде как и стоял все время. Не помню, говорила я ему, что я прикончил одного. Да, вот. Ажу, по-моему, кстати. Че это ты подорвался? А, ну понятно, да. Напал минотавр. Саботон и воина. Хм, кстати. А ну-ка. Не вот эти ли? Да. Точно такие же. Так, что у нас, кстати, по опыту? Вроде как все уже прокачались. Да, самураи эти не прошли даром, по крайней мере, в этом плане. Хоть опыта за них нормальное получил. Хоть это и было, конечно, весьма напряженно. Да. Ну ладно, в общем, тут вроде как больше делать нечего. Новых монстров не появилось, насколько я могу судить. Поэтому можно смело двигаться обратно. И подторговать, наверное, все-таки стоит. Прежде чем куда-то отправляться дальше. Немного разгрузить инвентарь. Восьмом он у меня уже захламлен всяким разным. Так, убираемся. Да, ну конечно же. Скорее всего, а, нет, ремент, вот он. Я думал, это он нас всех задерживает, но нет. Так, ну и что в итоге получается? Понятно. У меня какое-то, кстати, чувство, что я не совсем правильно поступил, кинув этот ящик. Так, давайте-ка сохранимся... Да, давайте сохранимся вот сюда на новую, чтобы, если что, можно было загрузиться. Что я сделаю дальше? Что я сделаю дальше? Дальше я, наверное, продам все ненужное. Потом по-быстренькому добегу до... Опять до леса. Вот. Уже начну серию непосредственно возле этой девушки, которая нам квест дала на коробочку. Не буду тратить время на опять прохождение через весь этот яд, потому что вполне очевидно, что мы появимся, скорее всего, именно все с той же стороны, со стороны леса. Вот, сомневаюсь, что возле башни мы очутимся. Ладно, это будет видно. В общем-то, сейчас пойду вниз продавать хлам. Вот. А включусь уже в лесу, скорее всего. Так, ну, в общем-то, вот я и на месте. Прошел я весь этот путь. Опять же, через леса, через эти... На кладбище. Но тут есть небольшая проблемка. Как видно, нету вот этой кони, которая нам дала задание. Вот тут она стояла. Ее тут нет. Осталась только вторая вот эта, но она вроде как ничего не знает по этому поводу. Да, ничего она не знает. Квест по-прежнему висит, как видно. Вот оно. Скорее всего, надо будет еще раз в пещеры спуститься. Возможно, до самого-до самого низа этого колодца. Просто я не знаю как-то других вариантов, какие у меня есть, где искать ее теперь. Единственное, что сейчас я, конечно, дойду опять до часовния. Просто потому, что я оттуда буду выбираться уже из данной локации. Вот. Ну, если там ее не окажется, то тогда встретимся возле пещер, опять же. И начнем вниз спускаться. Так, кажется, нашел я кота, наконец-то. Пришлось, конечно, повозиться довольно много. Походить, подзагружаться. Честно говоря, просто не вижу смысла во все эти стычки вылезать. Разные на четыре, как минимум, попадались эти опять самурай, когда со всех сторон они набегают. Вот. Ну, зачем мне на это время тратить? Так. Ладно, пусть будет поездом, пожалуй. Сейчас разберемся вот с горынычами с этими. Поговорим с котом. По квесту, потому что я посмотрел, там надо давать, ну, вроде как, эту кору и коту тоже. То есть, недостаточно просто отдать ей, там, МПЦ, там, вот. Его я, кстати, до сих пор не встретил. Первым попался кот. Надеюсь, встречу и того, и другого. Что-то как-то кидаются постоянно от случая к случаю. Вот, не знаю, попадаются такие именно карты, где постоянно кидаются на всех врагов мои сопартийцы, вот эти вот. Ну, странно это как-то все. Не знаю, после леса, что ли, на них нашло как-то. Ну, вроде как спасаюсь пока что. Вон, кот лазит. Так, тебя мы убьем, чтобы не мешался. Вроде как больше никого нет. Так, ну, и попробуем. Иди сюда. Да, ну, экспо, в общем-то. Теперь можно выходить и поискать все-таки этого, как его там зовут? Ахланга. Кстати говоря, не нашел я девушку эту, Они, которая была. Не знаю, наверное, прежде чем в пещеру соваться, попробую-ка я в городе поискать. Может, там она объявилась? Ну, не знаю я. В лесу точно нигде ее нет. Это я могу с уверенностью сказать. Обошел я опять до друида до этого, дошел. Там, естественно, никого нет. Вот, так что. Ну, откуда они сейчас рванули опять? Ну, не знаю я. С чем это все связано. Иной раз они просто стоят, не видят врагов, которые рядом, там, не знаю, буквально вот в метре от них. Ну, в другой раз они прям кидаются. Странно как-то все это дело стоит. Кстати, не сказал бы я, что змейка это прям такая особо хорошая. Как-то не почувствовал я силы ее, что ли. Вот. Так что пока что варитом, наверное, все-таки клинок тот является. Вот. Надеюсь, удастся его как-то восстановить потом. Я, честно говоря, не помню. Будут ли там потом нам те же демоны даны или нет. Так. Все, ладно. Уже включусь, как найду этого охланга. Если найду, конечно. Ну, найду, куда я денусь рано или поздно. Ну, наконец-то. Я думал, уже этого никогда не случится. Надоело бродить. Ужасно. Ну, вот, улыбнулась мне таки удача. Так. Тут вроде как самураи должны быть. Сперва от них отобьемся. Дабы они диалогу нашему не мешали. Даже, наверное, вызывать никого не буду. Тут их довольно мало. Так. Ну, вроде как остальные не агрятся. Ладно. Вот здесь вот постоим. Главное, чтобы сейчас мои не кинулись сами. Так. Стоять. Держи кору. Кора дерева. Так. Все. Ну, как видно, честно говоря, оно того не стоило. Единственное, что вот, если бы, например, случайно все эти встречи действительно случайно происходили, то есть везло на них особо-то. Вот. Тогда еще я понимаю, а так вот ради четырехсот опыта, вернее, четырехтысяч опыта, это как-то не очень, мне кажется. Так. Я больше как бы прокачался бы. И, собственно говоря, и прокачался. Если бы ходил просто вот по случайным встречам, по этим там, вырезал мобов просто-напросто. Так, теперь мы отправимся в Волонг обратно. Подумал я по поводу квеста этого с растениями. Ну вот, опять кто-то у нас накинулся. Подумал я по поводу этого квеста. Вот. И решил, что, наверное, выполнять я его не буду. Потому что дают там, по-моему, какую-то шляпу. Там то ли какой-то тоник, что-то такое, в общем, не особо нужное. Вот. Так. Это какое-то лечение, по-моему, сильное, там, мега или что-то такое. Ну, не помню, короче говоря. Неохота лезть во всякие прохождения, смотреть там, где эти травы искать, все вот это вот. Так. Да, пусть, пожалуй, поездом будет. Пока кольцо на мне, буду пользоваться. Так, сейчас побыстрее надо куда-то пробиться. И побыстрее, наверное, будет в ту сторону. Поменьше этих проблем. Довольно, кстати говоря, они тут жирные. Мобы. Я тут даже вынужден был вот флис выдать ножичек. Потому как лук их не прошибал. Я уже с ними встречался. Пару раз полностью все зачистил. Ну, вот как-то, не знаю, особо сильно смысла в этом нет. Единственное, что вот тут что-то валяется, кстати. Я это просмотрел, откровенно говоря. Вот куда они сейчас делись, я не знаю. Ну, ладно, пусть дохнут. Самое забавное, что этот тоже отбежал. Элементаль этот, так называемый. Который, по идее, это со мной должен быть. С Иосифом, главным персонажем. Да. Беготням все это мне, конечно, не нравится. Залетаю, тагрит. Добрым словом, мне, честно говоря, вспоминается... Игра такая, вампир Маскарад. Вот, тот, который Redemption. Яйцо воробья. Ха! Минуточку. Минуточку, минуточку. Яйцо воробья. Так она же говорила, что там должны быть солдаты. Или она имела ввиду, что, в принципе, вся территория под солдатами, так сказать, находится. Мурада. Ну, кто знал-то. Ладно. Так вот. Вспоминается мне вампир. Почему? Потому как там есть такая штука, довольно удобная. Три состояния у всей группы. То есть защитная, нейтральная и атакующая. При переключении, при атакующем, например, все члены отряда, ну, кроме, конечно, подконтрольного, автоматически кидаются на... вообще на всех. То есть они и на мирных НПС в городе могут кинуться, поэтому за этим там надо, кстати, следить. Вот. Тут бы такая штука тоже пригодилась. Этот единственный соло, вот этот режим, он как-то не сильно помогает контролить их всех. Ну, это сейчас, как бы, не сильно так критично. Нету тут особо таких противников, которые могут там чего-то противопоставить мне. Но если они так дальше будут срывать, то это... Может, конечно, и плохо кончится. Ну, тем не менее, вот так вот нежданно-негаданно нашел я ингредиент. Как только захотел, собственно, отказаться от этого квеста вообще. Не знаю, там довольно много, по-моему, надо еще искать. Там, кстати, не сказано сколько. Так, должны найти ингредиенты. Ну, не знаю я. Наверное, три, может даже пять всяких растений этих надо найти. Можно, конечно, заморочиться. Да, еще, кстати, этот квест со статуей... Не знаю я. Есть, конечно, вариант, что части статуи будут в башне где-то. Но это, опять же, не факт. Возможно, придется старой локацией все оббегать. Ну, как все. Получается, что остается? Только в Олонге я, в принципе, в самом подобрал в деревне. В пещерах поискать. Это как вариант. Вот. А так я еще не знаю, где эти могут быть запчасти от статы. Там и осталось-то найти. Получается, только ноги. Вот. А мест не так много остается. Так, что мы делаем теперь? Теперь мы попробуем найти девушку эту. Пиабу или как ее там звали. Не помню. Да. Вот тут я ее поищу пока на этой карте. Что еще, что еще что? Да, еще нужно эту старушку найти, которая там зелья варит. По-моему, где-то тут она была. По-моему, вот это, да? Давай. Да. Не знаю, правда, буду ли я этот квест дальше доделывать. Честно говоря, не очень-то хочется. Единственное, что... Если случайно как-то... Ну, это нужно полностью все карты зачищать. Нет как-то желания, откровенно говоря. Вот. Хочется как-то уже с императором подраться. Единственное, конечно, что... Думаю, нас сразу-то не телепортируют обратно куда-нибудь там в Мидео, например. И еще там куда-нибудь не зашлют. И будет время еще доделать тут квесты. Переход. То есть будет такой уже самостоятельный, скажем так. Вот. И тогда можно будет доделать все эти квесты, которые остались. Статуи, к примеру, даже вот это вот. Сталось где-то еще найти эти запчасти от нее. Не знаю я, честно говоря, где их искать. Ну, по сути-то, не так много и мест осталось. Как я понимаю, на случайных встречах, на картах, которые там генерируются, можем даже не искать, в принципе. Тут я в Волонге все нашел, что мог. В Лиангшане тоже. То есть остается, в общем-то, Элех, если никакой еще новой локации не появится после него. И, возможно, пещеры еще, которые... Тоже, может быть, стоит осмотреть. Так, ты кто такая? Не помню я. Ха! Да, это она. Дает он ему кольцо контроля. Посмотрим, что за колечко такое. Да, кольцо хорошее, надо сказать. Весьма и весьма. Для флис пойдет более чем. Но пока я у флиса не буду убирать текущую ее. Обмундирование не буду менять. Пусть будет так. У меня скорость сейчас нужнее как-то. Так. Хорошо. Все меньше и меньше списочек становится. Вот этот вот. Значит, статуя. Да, остались две ноги. Где-то их надо искать. Но я думаю, с этим повременю. В общем-то, я закупился еще. В тот раз, когда все распродавал. Заодно и купил зелье. Подкупил всяких там свиточков полезных. Так что, думаю, можно вполне отправляться в Элех. На встречу с императором. Тем более, что он давно так хотел нас видеть. Вот. Еще раз проверим. Все это совершил. Что мог. Да, кстати говоря, еще вот Аксуэли вот эта вот. Она, по-моему, как раз была в башне. Где-то. Надеюсь, она, кстати, там и осталась. Ну да. Где же еще быть? Она, по-моему, в тюрьме какой-то там сидела. Или в яме для рабов. Что, в общем-то, не сильно отличается. Так что, куда она могла деться-то? Так, хорошо. Тогда, пожалуй, я остановлю тут запись. Прекращу серию. Потому как не знаю, там, сколько получится в сумме по времени, когда куски все соединю вместе, обрывки эти. А на императора тогда уже пойдем полноценно в следующей серии. А пока всем спасибо за внимание. Увидимся в следующей серии. Субтитры сделал DimaTorzok